Сколько боли может выдержать трехлетний мальчик? И могут ли родители смириться с тем, что их ребенок так сильно мучается? Артемчик еще недавно жил, как все дети его возраста. Смотрел любимые мультфильмы, любил подвижные игры, много времени проводил с братом. А затем все резко изменилось. Сейчас его жизнь — это постоянная сильная боль в костях, мышцах, голове. Нестерпимо болит пораженный опухолью глаз. Рак превратил жизнь маленького Артема в бесконечный ад, а весь его мир сузился до надоевшей больничной койки. Самое страшное, что врачи долго не могли поставить правильный диагноз. Долгих, мучительных четыре месяца Артем терпел многочисленные обследования, изнурительные процедуры, адские боли. Мама бегала от кабинета к кабинету, от клиники к клинике, а врачам все никак не удавалось поставить правильный диагноз. Нейробластома надпочечника уже успела дать отдаленные метастазы, а на проведение дальнейшего гистоанализа требовалось еще две недели. Ждать мама Артема больше не стала. Была дорога каждая минута. Она увезла сына на лечение в Турцию, где они находятся по сей день. Пока что лечатся в долг, но подобранная терапия уже показала заметные результаты. В турецкой клинике была проведена более точная диагностика. Опухоль обнаружилась на надпочечнике, а метастазы в голове. Также был поражен костный мозг. Артемчик держится изо всех сил. Пытается и здесь, среди капельниц и страшных медицинских аппаратов, найти какой-то повод для маленькой детской радости. Но таких моментов становится все меньше. Ведь к тяжелым симптомам болезни прибавляется еще побочное действие агрессивной химиотерапии. Но самое страшное, это то, что Артем может потерять и этот, свой последний шанс на спасение. Стоит только родителям не вовремя оплатить медицинские счета, мальчику могут отказать в лечении. Таковы правила для иностранных пациентов. Единственное, что обеспечит Артему хотя бы шанс на победу над болезнью, это полноценная и своевременная оплата терапии. 150 тысяч долларов. Примерно столько стоит сейчас детская жизнь. И очень важно, не бросать родителей Артема один на один с этой бедой, с неподъемными счетами и отчаянием. Артемчику очень нужен этот шанс.